По моему мнению, чем меньше фобуляции, тем меньше ожога. Оборудование есть, готовьте кадры, научу, заявляет профессор Фёдор Севрюков, призывая врачей отойти от классических открытых операций с разрезами. На мастер-классе уролог из Нижнего Новгорода оперирует мужчину эндоскопически, использует специальные небольшие приборы с видеокамерой. Они вводятся через мочевыводящие пути. Таким образом проводится малотравматичное хирургическое вмешательство на предстательной железе. Это как раз гормональная перестройка. Она приводит к тому, что при уменьшении тестостерона, при нарушении процессов его метаболизма, предстательная железа пытается увеличить свой размер и компенсировать этот недостаток. Но ситуация обманчивая, она увеличивается, ничего не меняется, но симптомы, вот видите, нарушения мочевыводящихся появляются. По этапным резким рассечениям у пациента удаляется доброкачественная опухоль. Урологи ставили диагноз аденомо-предстательной железы. Эта возрастная патология, она встречается у мужчин старше 60 лет. В последнее время проявляется и у 40-летних. Чтобы избежать тяжелых форм развития болезни, казанские врачи призывают мужчин обследоваться у урологов как минимум раз в год. А Нижегородский мэтр учит наших специалистов осматривать и оперировать нежнее. Это особенно актуально в объявленный в Татарстане год мужского здоровья. Он все это здесь фактически организовывался, его подача сюда была куплена. Естественно, обучение тоже все проходило на базе его отделения в Нижнем Новгороде. А потом уже, когда мы начали освоить эту методику уже непосредственно здесь, начали делать операцию в качестве такой вот поддержки менторского. Он к нам очень часто приезжал по первому времени, помогал. И сейчас помогает, и салетом, как говорится, и всем. И мы все это начали потихоньку сами делать. Операция проводится под местной анестезией и длится около часа. Уже через три дня пациент сможет полностью восстановиться. При открытых хирургических вмешательствах требовалось на реабилитацию месяцы. По признанию казанских урологов, многие привыкли работать по старинке, поэтому переходить на современные методы хирургии непросто, но нужно. К слову, эндоскопический способ практикуется здесь всего три года. Развитие этого направления в области урологии могло произойти и раньше. При наличии специального оборудования и желании специалистов изучать новые технологии. Такие мастер-классы уролог из Нижнего Новгорода проводят не только в Казани, но и в других городах России. Например, до приезда в Сталинске Татарстана специалист делился опытом с коллегами из Санкт-Петербурга. А следующий мастер-класс состоится в ноябре в Екатеринбурге. Эльмир Гляхметова, Роман Фенин, Телеканал Эфир. Продолжение следует... Продолжение следует...